По накалу страстей и заложенной энергии юноши не уступают взрослым борцам. Синяки и ссадины неизбежны. И порой схватки граничат с боями без правил. Но все же только граничат. В чемпионате ММА есть четкие правила. Несмотря на горячий характер, молодые борцы стараются их соблюдать. Ярославль вряд ли вспомнит соревнования такого масштаба. Да и само первенство мира по смешанным единоборствам среди юношей 16-17 лет проходит впервые. В нашем городе крупный спортивный проект сопровождает чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко. Конечно, это резерв нашей сборной, наша взрослая сборная. Поэтому все ребята вольются в ближайшее время. Чемпионат имеет широкую географию. На ринге спортсмены из Чехии, Казахстана. Несмотря на трудности, приехала украинская команда. Большой состав у сборной России. Только что уроженец Красноярска Игорь Глазков стал чемпионом мира в своем весе. Провел два боя. Первый был с Украины, зовут Денис. Первый раунд был тяжелый, но в итоге бой оказался за мной. А второй был был с Казахом. Победил его техническим нокаутом в первом раунде. Приехало бы больше спортсменов. Но в западных странах сейчас из-за санкций сложно получить разрешение для несовершеннолетних ехать сюда. Но и 10 стран – это очень здорово. Тем более смело можно сказать. Это лучшие юноши мира с посешанным единоборствами. В спортивном комплексе Вознесенский яблоку негде упасть. Захватывающие бои пожелали увидеть многие. В первых рядах – руководители региона. Мы будем развивать непосредственно этот вид спорта. Потому что, к сожалению, ярославцы у нас не представлены на сегодняшних соревнованиях. Но мы переговорили с руководителями федерации. Будем развивать. У нас есть юноши, которые бы приняли участие в этих соревнованиях. Я уверен, что были бы даже в призах. Мастерство бойцов оценивает интернациональное жюри. Золотые статуэтки получили представители почти всех стран-участниц. По общему количеству баллов российская юношеская сборная вырвала победу. Украинцы – вторые. На третьем месте – Казахстан. Юрий Кораблев, Денис Ромашов и Сергей Ватин. День в событиях. Субтитры создавал DimaTorzok